всем доброе утро приготовила кофе нам это кофе-машина прям вообще довольно капсула с карамелью обалдеть всем доброе утро и приятного просмотра в поликлинику приехала и спонсоризацию ой с праздником весны да с праздником всех приехали 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 я вообще сегодня не хотела никуда идти подружка позвонила из это давай сегодня у нас и завтра бесплатно берут анализ онкомаркер вот эти страшные анализы которая на онкологию бесплатно сегодня и завтра перед праздниками вот я решила идти сегодня как издала и анализы все флюорографию смотровой и анализы готовы будут на следующей неделе прохожу диспансеризацию ребята сегодня у нас еще 7 марта а не привезли подарили потом они поехали он к своей маме поехал доски кровь поздравлять и поехали сейчас к моей маме поздравлять решил сегодня развести всем цветы подарить потому что завтра завтра отмечать буду 8 марта 23 февраля он не отвечал к сожалению болела в этот день у него температура была вообще не отмечали ничего так и немножко тогда помните снимала кушать готовила они отмечали вот кирилл тоже купил свои девушки цветы сегодня все купили только он будет завтра дарить кириллу то не завтра пойдут гулять мне сегодня уже подарили я тоже не нарядная даже не ожидала он говорит мы поехали с машинкой машинку мыть приезжаю через несколько минут вот поздравляют приятненько так тюльпанчики красиво сейчас мода такая на тюльпаны завтра что-нибудь понаряднее надену сфотографируюсь с ними на память хоть а как приятненько пахнут красивые цветочки пакетик пакетик тюльпанов сейчас это сколько муж подарил цветы поехали на затариваться продуктами надо на 8 марта купить все тут все застыло ребята мы только что ездили в магазин пятерочку и еще ездили красное белое вот у нас сколько покупок там и как бы их на праздник дома праздник часть на праздник часть не до праздник мы купили все для салата цезарь потом у меня мясо окорок есть еще вот докупили кусочек больше не было вот я последний кусок окорок свинину забрала сегодня все распродано ну и у меня такой же есть я как раз хочу приготовить гуляш хочу делать гуляш получается мясо с картошкой будем делать как раз вот картошку взяли чистенькая картошка два с половиной килограмма может быть у нас есть еще картошки но я не уверена поэтому взяли давайте покажу пятерочка у нас здесь красное и белое красное и белое вот это вот юра взял друг говорит кто-нибудь гости придет вот это вот мартини асти да мы его покупали в надеждении кирилла очень понравилось и все очень она мне нравится 1100 что ли стоит она у нас в красном и белом это просто просто так взяла на будущее мира торт пельмешки йогурты какие были взяла шоколадка цельный орех там тортик это тоже на завтра белые ночи так мини кексы первый раз увидела в юбилейная фирма видите мини кекс и кажется 99 рублей стоит такая коробочка попробовать здесь у меня это на салат вот это на салат это просто так кушать это на салат соус цезарь или либо майонез буду делать нас сыр мясо готовить это вот на салат эти яйца перепелиные да так у нас еще почки как обычно и кекс я как-то вот недавно делала очень понравился этот кекс я в этот раз взяла черничный это кофе на работу юрия молочко доводимка любит кукурузу сладкую сегодня вот увидели мини мы брали все длинные это большие на там до по 2 а здесь утром они поменьше ой смотрели вообще маленькие пять и четыре штучки что рядом опять хоть ну ладно так да 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 может вытащить уже кушай молоко тут сок на завтра сок на сегодня может быть яблочки бананы листья салата медовые помидорки черри медовые они выглядят так аппетитен как красиво там подешевле есть конечно два раза дешевле есть там ведь вообще ночь мне не стала брать маленькие какие-то другие тут здесь картошку так здесь кошечки иногда ей берем так добавляем в хороший корм и здесь значит у нас полотенце бумажные и туалетная бумага но еще то скорее всего мы пойдем к маме она сейчас у нас туда не ходят к нам не хотят у нее давление постоянно но на сегодня была была в платную поликлинику ходила к врачу забыла какому не спросила просто она сказала что-то находилась сегодня именно по поводу давления ей выписали новые препараты те которые она раньше пила сначала помогали потом они через два года и перестают помогать привыкание наверное идет все на друг другие выписали вкусно хорошо видите кукурузу первый раз мы увидели такой мини и взяли сладкая так что вот так что я вот как раз наверно салатик приготовлю с собой возьму может быть еще на алкоголь они тоже не пьет раздавление ничего и картошку говорю с мясом буду готовить она тоже не бери не надо горит возьми салат и мы салатик может быть сделаем один и все так они хотят уже цветочки подарить сегодня юра подарил им цветы тоже цветочки купили разные хорошо понятно да я купил ты подарил да папа купил я подарил то надо все все завтра увидимся мне пришел мой заказик с сайта любимый василек я заказала разные пижамки сейчас покажу вам они уже поизносились некоторые но ведь не очень не хочу сделать расслабление и вот заказал как раз новые сейчас я на разверну покажу вам здесь у меня еще это домашняя одежда его я заказала здесь шорты шорты и футболка посмотрим вы заказала 52 он посмотрел горит нормальная расцветка дома ходить если на трусы такая вот пижамка такая вот такая вот шортами здесь вроде бы с брючками и вот такая вот как ну как шелковая трусы простые хлопковые очень хорошего качества я уже заказывала долго носятся это юрина вот пижамка можно так сказать на домашней одежды шорты вот такие и футболка футболка мне кажется такой темно-синий цвет почти черный с карманом а еще раз повторяюсь другой расцветки не было вот именно 52 размера потому что разбирает очень хорошо самый ходовый размер мне кажется 50 50 он видел эту расцветку говорить нормально для дома нормально плотный хлопок такой хороший не тоненький очень понравилось качество всему там будет носить все постираю сначала пижамки темная с темным светлым светлым вот у этой пижамки на размер 50 52 так и указано мне кажется до этого размер был 46 48 вот так вот как-то размерная сетка но я вижу что будет мне хорошо даже может быть свободно будет очень здорово что здесь вот видите и завязочки тут не заши там а нужно завязывать как вот вам надо так и будете завязывать кому-то хочет чтобы приспустить до пониже сделать майку кто-то любит повыше да так и завяжите очень здорово хорошего качества прям очень хорошенько красивая здесь вот такая кантовочка обшита беленьким до резиночка такой легкая легкая пижамка у нас как раз жара можно иногда носить под халатик красиво но я вижу прям большой размер такой хороший как раз на 50 52 следующую пижаму такого черная футболка с бабочкой и здесь вот такие вот шортики с пятнами да карманы есть очень здорово на резинке но это вот прямо видно что шортики поменьше чем вот те черные были не знаю подойдет не подойдет размер указан 50 сейчас примерю должно быть хорошо тоже плотный материал прямо плотная футболка и и вот эти вот шорты не тонкий хлопок 50 размер до расцветка тоже очень понравилось забыла показать вам артикул так вот это вот и следующее будет я уже буду показывать вот артикул пижамка 50 размер черная и розовый цвет артикул сейчас если на это здесь вроде бы нет тут написано византия вроде бы называется здесь есть вот леопардовый цвет леопардовый черный вот артикул следующее пижаму уже совсем другого качества здесь вискоза в составе покажу так вискоза 95 процентов 5 лайкра пружинится такой материал интересный пружинится вот так вот в то же время вроде бы и такая хорошая ткань плотная мне кажется все равно чуть-чуть потоньше чем вот хлопок но тянется прям очень хорошо приятненько очень ткань конечно вискоза уже по-другому ощущается в руках здесь уже с брючками на скоро выключат отопление как раз как раз видите рукава три четверти люблю такой рукав и последняя вот такая вот розовенькая и здесь корона такая вот корона черная рисунок бантик черный очень понравилась эта пижама когда я увидела ее на сайте прям такая красивая расцветка здесь карман тоже размер 50 у меня на резиночке здесь уже шорты шорты мне кажется такая же пижама есть с брюками вот я перепутала я думала с брюками заказал шортами это вот прямо вот сейчас как раз носить очень хорошо хлопок да это хлопок уже мне вискоза только мне кажется поплотнее немножко ткань больше более форму держит чем например вот если вискоза вискоза вот такой как более в обтяжку будет не в обтяжку как-то так вот этот более форму держит в общем понравился заказ потрясающий сейчас я себя приведу в порядок и покажу на себе уже пижамки ребята показываю первую пижамку розовенькая вот такая вот кстати вот эта пижамка которая леопардовая она мало мерить я ее себе оставлять не буду где штанишки такие леопардовый футболка черная туго шорты туго я себе оставлять не будут надо больше брать это вот размер в размер идет все хорошо очень нежный красивый цвет юрия тоже понравилась эта пижамка как-то такая милая буду носить бантик еще очень хорошо к размеру так показываю следующую вам пижамку черненькая из вискозы очень понравилась по размеру подходит не мало мерит очень классно девочки вот эту и розовую пижамку прям советуют всей души вера если есть ваши заказывайте очень классно по качеству понравиванием к тут конструктор собирает нужен можно сказать что собрал перевернул что-то тут чуть-чуть не дособирал а там открывается дверки колесики не вроде бы не дособирали кирилл иногда подходил проверял у него контролировал вот такой вот вертолет получился в общем так или усмотрел чтобы он все правильно собирал в этот раз прямо вадимка очень хорошо собирает иногда у него нет усердия вот этого вот он сидит начинает собирать что-то где-то не собирается все он бросает и уходит вот нет такого у него кирилл всегда все собирал от начала до конца а тут вадимка собирал говорит проверь все правильно неправильно раз посмотрит у меня убежали мальчики сегодня у нас 8 марта когда я снимаю мальчики все убежали кирилл пошел с девушкой гулять в кафе пойдут вадимка тоже пошел торговый центр со своей подружкой встретиться пойду куплю и шоколадков мальчишки у меня такие прямо не вообще всегда любит подарки дарить я готовлю салат цезарь картошку с мясом мы вчера приготовили сейчас цезарь готовлю я салат всегда так делаю нам больше нравится сначала нарву листья вот уже на листья я уже смешанная соусом соус цезарь у нас сегодня тут у меня помидоры курица сухарики и сейчас буду уже украшать еще сверху сухарики это размешанная сейчас будет не размешана у меня сухарики яйцо помидорка и сыр здесь салат мне почти готова я здесь его немножко украсила сейчас сыр добавлю сверху сыра что-то у меня много хера много положил ребята мы приехали к маме сегодня втроем приехали кирюша гуляет приехали мамочку поздравить и подарок приготовила и цветочки и рожа увез и салатик с собой взяла еще за соком с этим цветом сливается как дела-то в тебя как у тебя тело как у тебя показать хочу показать в чем я сегодня надела свою любимую юбку про которую вы спрашиваете это кожаная юбка из эко кожи дом давно покупала поэтому не ссылку вам не дать плоску я показывала как-то покупала мне кажется у меня такая черная еще есть цепями давай уберись немножко немножко привела себя хоть в порядок украшение на дело чтобы не садиться за стол мой салат цезарь просто у меня сыра много у тебя это звание да а что там кукуруза вижу парковка за морковка дальше крабовые палочки так круг яйца 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 еще что-то знакомо мне кажется название нет я вроде бы такое никогда не делала ну-ка попробуй я видела да хороший должен быть вкусный это ты готовила сама мясо в духовке это что свинина или говядина сейчас скажу свинина постная а свинина в духовке на духовке все там же соленина да мандариночки можно туда поставить не кто-то холдкой а герань там вот эта красная там все до герань да большие цветочки это же мне тоже зима не по синие цвету длина они начинают вот сейчас а сейчас да мне кажется водимка сказал что творит твой цветок который ты подарил говорит тоже вроде цветочки начинает там какие-то образу да 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 ты можешь даже посмотреть вот у меня образуются так такие же или нет нет это водимку надо звать его посмотрел здесь у меня не пробовал свой салат не пробовал два салатика чуть-чуть чисто символически у меня это у меня знаешь это как у нас да 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 у тебя без мяса мне тоже курица так тоже нормально давайте все приятного аппетита всех девочки из праздников марта да всем здоровья девочка мальчиком даже да да мне папуля подарил конвертик денежкой не покажу сколько мясо не хочешь сыночка у меня что-то так сегодня потихоньку мало пушат он сытый да наверно папулячка спасибо еще раз все мы едем уже домой хорошо посидели мы будем к этому маша увидела очень хорошо посидели покушали так хорошо и полный живот зря кирюшка с нами не пошел мама ну мама дала ему это мясо она приготовила сама дала салатики дала вот хорошо посидели я про про ремонт заговорили я говорю надо ремонт делать у них там я говорю вот поедете за за обоями меня в свой возьмете я говорю куплю в обои ну раз ты начинаешь спрашивать одну она говорит не надо это не надо это не надо ничего не надо ничего не надо я говорю давай обои может поедем когда-нибудь надо ремонт делать папа не хочет папа так все устраивает мама хочет уже ремонт папа не хочет потому что много всего перетаскивать надо с места на место может там всякие эти его то есть всякая аппаратура да все что убирать ничего убирать там надо много хотя бы одну комнату комнату от носа уходить чтобы сделать мама еще шоколадку подарила такой вот а это свекровь связала опять такие вот салфеточки смотрите видите как интересно в этот раз сделала любит у нас даже не знаю что поставить сюда можно видеть она как с цветком поставишь прижмет хочется чтобы вот так и было интересно когда другую сторону так рукодельница у нас интересно красиво ребята в один где тоже купили новую курточку в этот раз такая классическая более в тот раз мы удлиненные убрали у него уже молния начала бы здесь утрываться зашивали несколько раз перец надоело зашивать купили новую рвется рвется хорошо поносил ее сейчас в новую взяли ну нет нотки такая весенняя уже не мы сижу карман здесь как много карманов сейчас я хотела бы вам показать свой заказ вот это вот у меня на подарки пойдет я отправлю и вот это вот домой себе еще кое-что в очередной раз заказала крем блер крем для лица блер эффект фотошопа это в общем как база под макияж выравнивает лицо очень очень нравится наверно пятый раз уже заказываю каталог faberlic соль для ванны очень нравится потому что она с пеной сразу когда насыпаешь да вот эти соль для ванны с пеной розовый кварц насыпаешь и сразу пена появляется здесь патчи очень хорошие патчи под глаза до океан серии океан гидрогелевые патчи для кожи вокруг вас тоже много раз уже заказывала нравится здесь зубные щетки некоторые у нас электрическими про пользуются некоторые такими вот это заменить а салфетки это дети заказали салфетки влажные чистящие универсальная мебель протирать так здесь вот у нас еще влажная туалетная бумага с собой брать поездки так дальше здесь у нас это ароматизатор для белья цветочная сказка аромат в чем одежду так повесить шкаф так дальше здесь это новинка это пакеты для хранения набор пакетов для хранения лаванда здесь тоже лаванда у нас только сколько с прописано плюс 100 минус 20 выдерживают температуру так здесь вот смотрите 20 до 23 здесь 27 на 33 я сейчас открою покажу вам что за пакетики над увидите двойной zip замок такие же как в икея были так дальше здесь вот это вот тоже новинка мне кажется не было раньше это у нас красный перец разогревающая маска рост волос иногда нанести способ применения так вымойте голову шампунем нанести маску на влажную кожу головы и волосы по всей длине мягко помассируйте этого боже поможет стимулировать кровообращение подержите 5 15 минут для усиленного можете надеть шапочку обернуть голову полотенца да как обычно красный перец продается иногда вот в бутылочках шутки то мне кажется такие были а тут маской попробую так дальше это у нас термозащита моделирующий термозащитный спрей для волос заканчивается у нас таблетки дома для посудомойки вот тоже заказала мыло это для кухни мыло жидко мыло для кухни устраняющие запахи пять в одном дальше на вот это вот у меня это пеноочиститель для обивки мебели так пенный очиститель для ковров ткани и обивок а я диван чищу им очень нравится тем что вот сразу нажимаете пена такая хорошая наносите но я часто с этим баллончиком снимаясь видео до когда уборку делаю я все время с ним просто наносишь на например на диван попшикаешь ждешь когда впитается потом немножко почищу потом пропали сошу нормально принципе справляется уж конечно не совсем прям чисто но намного чище становится диванчик например диван чистим здесь у меня жидкое мыло решила вот в такой упаковке заказать она естественно дешевле чем если вот с дозатором брать просто у нас эти все дезатором есть так жидкое мыло аромат вкусненький будет это у нас бьюти кафе очень вкусно пахнет так ну да все все противо показала сейчас мешки откроем и вот здесь вот у меня смотрите это на подарки лак для волос потом пудру упаковочка открывать не буду раз на подарок да и здесь вот тоже выбрали это у нас футболка лонг слив лонг слив два размерчика разных заказали потому что не знали какой выбрать вот два с м давайте наверное открою одну покажу вам тоже наверное интересно и обратно упаковку также подарки надо отправить так вот выглядит это как футболка с роковами к базовая одежда сейчас аккуратно обратно закрою здесь значит у нас составе хлопок сейчас скажу вам хлопок 92 процента и 8 процентов эластанда немножко тянется плотный материал очень даже классно носить с юбочками с брючками это у меня на полиночке линии и свете вот на подарки так давайте вот этот крон ой девочки посмотрите какие пакетики милые ламандовый цвет сверху а здесь зеленый закрывается плотные очень очень понравились для заморозки подойдут я замораживаю на зиму там лук грибы юра замораживать зеленый лук грибы там еще что-нибудь пригодятся ну и так что-нибудь упаковать пакетик раньше когда в школе они красками рисовали сейчас в основном карандашами рисует у меня тоже ребенок в такой пакет складывал краски кисточки тряпочку потом это все в папочку убирал удобно очень вот такой вот заказик у меня мои хорошие мои хорошие на сегодня я буду заканчивать свой блог но на перед этим я хотела бы ответить на пару вопросов которые мне часто задают под такими видео когда мы ездим в курган задаю такие вопросы не возникает ли у вас желание вместо торгового центра в театр сходить почему выходных едите там фастфуд там ходите ну вот например то вкусная . почему вы не в ресторан ходите вы ездили там в курган торговый центр шопиться ну вот как то вот такие вот вопросы а мы когда ездили я ответила сказала что мы едем по делам по очень важным делам ездили и вот я мне кажется отвечала на этот вопрос ну задают раз я еще раз отвечу когда мы едем домой когда мы уже все дела сделали естественно юра отпрашивается с работы ну бывает выходные ездим бывает например отпрашивается юра с работы мы едем только туда и обратно естественно мы хотим кушать да когда уже проехали у нас я забыла сколько километров то 145 что ляда кургана ну где-то так не больше в 145 что нам всего два часа больше двух часов мы едем естественно хотим кушать мы не гоняем потихоньку ездим мы с детьми естественно мы хотим кушать и обратно когда мы едем домой когда мы все дела сделаем мы едем домой и прямо на дороге стоит торговый центр мы когда первый раз приехали туда в курган мы даже не знали что какой-то там торговой центр есть рядом или что мы там тогда ехали по делам и увидели вот этот торговый центр и все естественно мы поняли что можно там вывески да мы поняли что можно взойти покушать вот и поэтому мы когда едем домой мы останавливаемся заходим кушаем ну там когда у юры есть хорошее настроение он говорит ну давайте еще часик погуляйте по торговому центру и мы быстренько быстренько бегаем там магазин пару магазинов буквально пару магазинов и все и домой обратно потому что ну юра все равно встает ему на другой день на работу ну вот так вот если в театр ехать например по делам поехали да и в театр пошли бы но представляете это надо купить билет это надо сидеть ждать время когда-то будет этот спектакль там да какое-то представление юра сидит такой в машине нас ждет во-первых он не пойдет в театр и это столько часов в машине просто так сидеть здесь там он буквально у нас в этом мы погуляли по торговому центру и помните в конце снимала я уже с детьми ходила в детский мир одна потому что все он ему уже надоело он покушал тут немножко с нами погулял купил там все себе еще кофе сигареты и пошел и пошел машину сидел нас машине ждал там буквально буквально минут 30 наверно ждал вот и там буквально юра минут наверное 30 подождал нас и все и мы поехали домой а почему вот едим такую еду потому что тоже ну вот как бы мы видим видим что в торговом центре есть такая еда я не знаю может быть там ресторан есть в этом торговом центре я как бы не смотрела мы видели вот по вывеске все и зашли что знаем туда и зашли естественно не поехали бы ни в какой ресторан не стали бы искать там и рассказал бы никуда бы я не поеду все поехали домой он все время говорит что поехали домой здесь там останавливаемся говорим ну пожалуйста остановись, давай сходим и покушаем. Потому что по дороге там дальше уже, когда мы едем домой, там пирожковая только стоит. Ну, там есть еще какие-то, может быть, пару кафешек, я не помню. Ну, вот помню, вот, где побольше там не город, а там даже деревня, мне кажется, такая. И там вот есть быстрое питание, кафешка. Ну, там иногда можно и покушать, там что-то, да, вроде бы, как бы делают, готовят, и пирожки там всякие. Ну, я говорю, лучше уж здесь купить, еду. Здесь, не знаю, мы уже много раз брали, и все нормально. Всегда все нормально. Ну, что всегда вроде все свежее, никто не отравился. Поэтому мы сюда и заходим. Естественно, ресторан Гюра бы не стал бы искать, ездить там по Кургану бы где там. Так что вот и не на шопинг ездили, а именно по делам, вот время было, осталось, мы зашли и купили. Если мы едем шопиться, если мы ездим за покупками, я так и говорю, вот мы ездили, мне кажется, в том году, когда мы ездили, осенью или когда, мы поехали, помните, в Екатеринбург, я так и сказала сразу, что мы поехали просто на шопинг, в торговый центр. Вот когда мы едем в торговый центр, тогда да, можно сходить, например, куда-нибудь, но только не в театр. Мы здесь-то в театр, у нас не ходим. Мы вот уже два года точно не ходили в театр, ну, как-то не манит в кино, а в кинотеатр мы стали больше ходить. Нам больше нравится. Вот, в кино еще сходить, это ладно. А в театр у нас, как бы, ну, никто не хочет. Никто не хочет в театр, поэтому и не ходим. А в торговый центр, потому что, ну, нам интересно, потому что таких магазинов нет. Вот у нас «Снежная королева», мы были в «Снежной королеве», купили одежду. У нас такого магазина нет, естественно. нам было очень интересно. Вот так, кстати, про плащ. Там я еще пуховик мерила. Пуховик я не взяла, девчонки черные. Тоже писали, Лена, он тебе классный. Я его не взяла, потому что он был, как вам сказать, он зимний считается. Ну, как бы евро зима, но зимний. Я не знаю, может быть, сейчас в нем можно гулять. Ну, я просто боюсь, что я его куплю, и в нем жарко уже будет. А плащ я купила, вот этот вот кожаный плащ, он очень классный. А тогда, когда я его показывала, он вообще мне его вытащили из склада. Я просто сама сказала, я хочу плащ кожаный у вас есть, потому что я очень люблю такую одежду. Я люблю курточки кожаные у меня вот есть. Плащ кожаный тренч. Там не плащ, тренч он называется кожаный. Он мне маленький стал. И я такая все время, вот несколько лет сподряд думала, ну что я думаю, надо купить, да и все. Хочу кожаный из натуральной кожи плащ. И спросила, есть, нет. Сказали, да, есть. И они пошли на склад. Там продавец пошла на склад. Они принесли его со склада в упаковке. Он был свернутый, очень сильно свернутый. Даже немножко такой еще прохладный, холодный. Ну, все равно складе не такая температура, как в магазине, да. Но не на улице. И он был свернутый, вот как вот упаковываю, да. По бокам тут у него все мятое было. Вот так вот полоски все мятое. Его вытащили. И я когда его надела, он как колон. Колон на мне стоял. Сейчас он дома у меня на плечиках. Такие вот широкие специальные плечики. Вот чтобы пальто повесить, да. Например, куртки. Вот широкие у меня есть. У меня много таких плечиков. Специально купила. И вот на него повесила в шкаф. И он у меня там висит, отвешивается. В общем, отвисится. Не будет такой мятый. И да, кстати, я немножко его отпарила. Хотя отпаривать нельзя. Сказали, ну, естественно, не гладить, не отпаривать нельзя. Я с изнаночной стороны немножко отпаривала. Вот где вот края вот эти совсем замятые. И чуть-чуть он стал, естественно, плащ стал уже помягче. Он уже лучше на мне сидит. Меньше стало заломов вот этих вот мятого. Да, еще на плечиках отвисится. Я потом покажу обязательно с ним какие-нибудь образы. Там даже писали в комментариях. Лена, можно придумать с ним очень много разных образов. Да, я уже начинаю придумывать. И еще такой был комментарий по поводу плаща. Лена там, ну, что талии даже не видно. Девчонки, когда я его мерила, этот плащ, поясочек я застегивала. На пояске там, куда мне надо было застегнуть отверстие на поясе, там висел, как он называется, крючок-то вот, который пикает, чтобы не своровали. Ну, поняли, да, вот этот вот штучек эта висела на том месте, где мне надо было застегнуть. Естественно, я застегнула, ну, так чуть-чуть, чтобы он не болтался. Если бы я его затянула, естественно, было бы видно талию. Вот я думаю, пришла, нормально, приехала, затянула, все хорошо, видно, все талию видно. У меня есть, немного талии есть. У меня есть вот здесь вот, вот тут вот немножко животик. Но вот здесь вот, вот здесь вот у меня нормально. Так что видно будет талию. И да, еще писали, что Лена лучше без пояса носить. Без пояса, девчонки, я вообще ничего не ношу. У меня ни одной вещи нет без пояса. Все, я даже курточки, когда покупаю, например, какие-нибудь короткие, и то они с поясом. Не, без пояса ни на что, это вообще не мое. Мне надо вот именно немножко затянуть. Потому что чуть-чуть еще талия осталась, и хочется вот ее затянуть. Затянуть, чтобы ее немножко хоть видно было. Хотя, да, может быть, девчонки пишут, как бы режут пополам вот этот пояс. Ну, прямо это вообще просто как мешок ходишь. Тоже мне не нравится. Все, ответила на все ваши комментарии, все, в общем, рассказала. В общем, если мы ездим по делам, то мы заходим только вот просто покушать. И раз там есть торговый центр, мы заходим, быстренько гуляем, что-нибудь покупаем. А, конечно же, в следующий раз, может быть, поедем в Екатеринбург. Мы как-то, помните, я рассказывала, мы ходили там, в зоопарк ходили, мне дописали, что зачем вы ходите в зоопарк. Ну, в общем, ходим, мы иногда ездим куда-нибудь в другой город и гуляем. Немножко, правда, да. Так что, может быть, если в следующий раз поедем вот именно на шопинг в Екатеринбург, то тогда, может быть, в Тюмень на шопинг, да, тогда мы, может быть, куда-нибудь сходим специально куда-нибудь. Музей, может быть, какой-то есть интересный. Вот у меня мальчишки любят там про, знаете, там про оружие, что-то старинные вещи посмотреть, да. Вот если есть такие музеи, я, конечно, была бы рада, если бы вы мне написали, ну, где они такие есть, в Тюмени или, например, в Екатеринбурге. Потому что на шопинг мы туда или туда поедем, в Курган на шопинг сильно, ну, шопинг там. Мне нравится Курган, девчонки, но там нет такого разнообразия, как, например, в Екатеринбурге, да. Там больше вот этих вот брендовых отделов, магазинов больше, в Кургане меньше. Там, мне кажется, в Кургане даже ГЕС не продают. Ну, вот сумки ГЕС, да, я люблю сумки просто ГЕС. Нет такого ничего. И хоть «Снежная королева», вот там такой огромный выбор одежды. И многие мне писали на протяжении нескольких лет, почему, Лена, вы не одеваете «Снежной королеве», там классная одежда. Вот, начали одеваться. Просто Кирилл пошёл уже туда, говорит, нет, мама, надо курточку. И вот прямо увидел, он пошёл, я говорю, пойдём, 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 выберешь, сразу же куплю, даже цену смотреть не буду. И всё, взяли ему куртку. Но она у него тоже не сильно дорогая, там 8 тысяч, что ли, она с чем-то была. Скидочку ещё сделали за 7, взяли. Так что нормальные цены там на куртки, на пуховики. И кожаный плащ, тоже мне цена понравилась. Ну, говорить не буду, а то опять начнут. Так что, если какие-то вещи покупать будем, верхнюю одежду, может быть, будем в Курган ездить. Когда по делам, да, заходить за одеждой. Хотели ещё Монро, да, магазин с обувью. И магазин есть тоже с обувью, туда ещё хотели сходить. Может быть, в следующий раз туда сходим, когда, если по делам поедем. Ладно, всё, на этом видео буду заканчивать. Спасибо огромное, что посмотрели. Не забывайте подписываться. А мне надо идти дальше работать. Я себя немножко привела в порядок, пойду снимать. Тут мне надо всё обустроить, поставить. Снимать на пусти надо. Пока. Продолжение следует...